Камера, мотор. Вот такой-то, такой-то и такой-то. Наверное, отложилось что-то. Просто любая роль, над которой работаешь, ты же думаешь. А думать человеку никогда не вредно. И вообще, чем больше он думает, тем больше это откладывает отпечаток на его жизнь. Вот в этом смысле, наверное, что-то, конечно, отложилось. А фильм «Доживем до понедельника»? Ну, первая моя работа в кино и встреча с Ростоцким, у которого потом вот и Зори были, и все. Так что это... И потом я... Для меня была какая-то школа большая. Я впервые на практике, не в теории в институте, а на практике. Я смотрела, как работают Меншикова и Тихонов. И это было интересно очень. Скажите, вам доводилось после в жизни саприкаса со Станиславом Ростоцким? Конечно. Мы много ездили по миру с фильмом. С Зорями. Мы были на кинофестивалях на разных. Да, доводилось. Это очень такой широкий человек. Ну, в нем много всего, как в каждом из нас. Очень много всего. И он такой очень советский человек. В нем много всего намешано. И того, и другого, и третьего. Но он, безусловно, талантливый человек. Ольга Михайловна, а фильм «Судьба» какой наложил тоже отпечаток? «Судьба». Ну, вы знаете, я долго не снималась после «Зорь», потому что я как бы ждала совсем другой роли, чем Женя. А предлагали абсолютно Женек. Там звались по-другому как-то, но абсолютно такой же характер. И что-то меня внутри так останавливало. Я все время отказывалась. И, наконец, вот... Ну, что ж... Маня совсем другая, мне кажется, такая... Не лидер совсем. И встреча с Матвеевым очень интересная по жизни. Он человек тоже... Вообще, мне везет на каких-то интересных людей. Потому что сами очень интересные. Ну, не думаю. Может быть, потому что... Кто-то ко мне милостив. Вот и все. Вот. И... Понимаете, это, конечно, встреча на всю жизнь. Встреча с Матвеевым. Наши всякие с ним разговоры. Даже скандалы. Даже какое-то разное мировоззрение. Но я... Мне кажется, могу сказать, что мы повлияли друг на друг. Вот как бы так. А это всегда же важно. Это... Я же живу, я расту, я иду куда-то. Ваши театральные роли. Какие наиболее вы считаете главными? Что вам удалось сыграть, что не удалось сыграть? Тоже так трудно разделить. Что-то... Знаете, иногда в одной роли, которая вся не получилась, получился какой-то кусочек. И он так дорог. Или помнишь его на всю жизнь. И он очень большой для тебя урок. Ну, вообще, я в театральных... Не знаю. Я в свое время на Бронной очень любила Глафиру. Я так озорничала в ней, что мне как бы не свойственно. Мало режиссеров видят меня как озорницу. Все больше какие-то трагические, драматические роли. И поэтому мне очень нравилось в ней купаться. И очень люблю Анфису из «Вдовья парохода». «Вдовья пароход» по Грековой у нас составила Яновская. Это первая моя роль в Моссовете. Очень ее люблю. Я думаю, что это очень хорошее. Я будете рассказывать. Это только один из «Вдовья парохода». Я думаю, что я уверен. Какой-то очень хорош. И я думаю, что у меня когда был в этой роли, как эти роли, эта роли, ты и пылас по-другому. И я сразу вижу, что это многое, и это очень хорошее. И я у нее как бы не особо знакомство. Продолжение следует...